Визит в Маршанск плановый, говорит Игорь Вячеславович. Работа депутата – это регулярные встречи с избирателями. В муниципалитеты выезжает 5-6 раз в месяц. Основные вопросы, с которыми обращаются в ходе приема, и как сейчас на публичном мероприятии, социального характера – медицина. Вот сейчас как раз вопрос по здравоохранению. Мужчина пришел с тем, что он переселенец, ну не с Азии, не откуда, а переселенец Астраханской области, по здоровью, там считается загазован, он переселился в Маршанск, с жильем у него проблемы. Проблемы также со здоровьем. Обратился к нейропатологу, и нейропатолог его может, а обратился он в январе, а принять он его может только в марте. Ну вот он с возмущением, конечно, говорит, ну как я могу, я что могу, говорит, позвонить в небесную канцелярию, сказать болезнь, подожди до марта, когда меня врач примет. Конечно, с этими вопросами я буду выходить на наше управление здравоохранения, чтобы каким-то образом решали. За время митинга это было не единственное обращение к депутату Тамбовской областной думы. В числе вопросов и те, что решаются достаточно быстро. Быстро решаемый вопрос, это когда на прием ко мне приходят граждане, и я практически сразу при них по телефону, выходя на руководителей того или иного управления или направления, этот вопрос решаю, допустим, ну пришли бы ко мне по пенсионному обеспечению, связался с начальником пенсионного фонда по Тамбовской области, человека приняли на следующий день, и в общем-то вопросы его начали решаться. И как, например, в случае с медициной требует более тщательного изучения. Я беру письменное обращение в мой адрес, сам разбираюсь, юристам даю посмотреть. В дальнейшем пишу запрос, уже разобравшись, какие инстанции нужно написать запрос, направляю запрос, жду ответ. Если запросы не подействовали, то выхожу на наших заместителей, главу администрации области, для того, чтобы помочь каждому гражданину. В Тамбовской областной думе Игорь Телегин является заместителем председателя по бюджету, налогам и финансам. Бюджет 2018 года, несмотря на довольно непростую ситуацию в целом, тамбовские депутаты удовлетворены. Я могу сказать, что 2018 год у нас бездефицитный бюджет, впервые за историю Тамбовской области. Конечно, ввиду санкций, а мы можем сказать, что санкции касаются в том числе и нас, потому что скудность финансирования всех наших банков приводит к тому, что высокие процентные ставки финансирования и кредитования наших организаций, я имею в виду коммерческих, приводит к тому, что нехватка денег. Перестает идти градостроительство. Что в Маршанске, что в Тамбове, что в Рассказово, что в Мичуринске, везде. То есть отрасль строительная у нас сейчас встала. Встают другие отрасли из-за того, что это денежный оборот. Митинг в парке Калинина длился порядка 40 минут. За это время его участники обсудили социально-политические, экономические вопросы социального характера.